В Барановичах назначили нового директора гимназии номер 5. Учебное заведение возглавил бывший руководитель лицея номер 1 Алексей Бычковский. Барановский гурой отдел МЧС признал лучшим на Брещене по итогам 2018 года. Такое решение было озвучено на заседании коллегии Брестского областного управления МЧС. В средней школе номер 20 прошла очередная встреча в рамках единого дня информирования под общим девизом «ШАК» «Школа активного гражданина». Гость встречи – первый директор учебного заведения Леонид Цуприк. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вести Барановичи». В Барановичах назначили нового директора гимназии номер 5. Учебное заведение возглавил бывший руководитель лицея номер 1 Алексей Бычковский. Здесь он проработал порядка 13 лет. Заместитель председателя горисполкома Алексей Гарбус официально представил приступившего к обязанностям руководителя гимназии номер 5 Алексея Бычковского коллектива учебного заведения. Пост директора оставила Татьяна Шестак, занявшая должность начальника управления по образованию. Можно сказать, что на мероприятии состоялась символическая передача эстафеты. Я уверена, что ваш, ну уже ваш сегодня коллектив, мой коллектив все равно, он вас примет так же, как когда-то 9 лет принял меня. И я вижу, как улыбаются сейчас мои коллеги, некоторые не улыбаются. Не переживайте, все будет хорошо. Я действительно вас вверяю в очень надежные руки. И я уверена, что все будет просто хорошо. Ну и, конечно, теперь вы поймите, что не только 5 гимназия у меня, у меня все 74 учреждения образования. Всем я буду помогать, всех буду поддерживать. 5 гимназией будет руководить опытный педагог в образовании Алексей Бычковский с 20 лет. Свою трудовую деятельность он начинал в средней школе номер 16, где преподавал историю и физическую культуру. Затем занимал руководящие посты в средней школе номер 8, номер 3 и номер 4. В 31 год Алексею Владимировичу доверили управление лицеем номер 1. Здесь он проработал почти 13 лет. Новый директор планирует сохранить в гимназии все хорошие традиции, а также вместе с коллегами ввести некоторые новшества. Вы уже слаженный коллектив, сплоченный коллектив, трудоспособный, результативный. Вы знаете, как правильно идти для того, чтобы достичь результата. Ну а сложно, потому что действительно очень большая ответственность сложится на мои тоже плечи. Но я уверен, что все начинания, которые здесь были положены, и эстетические начинания, и результативность в Олимпиадах, и все инновационные проекты, все они будут продолжены и достигнуты тоже, достигнуты в определенный уровень благодаря нашей совместной работе с вами. На плечи директора возложена большая ответственность, опека и забота о жизни более тысячи учеников. К первому сентябрю будут изданы 18 новых учебных пособий для девятого класса. Учебники издаются в связи с обновлением учебных программ. К учебным пособиям для девятиклассников предъявляются те же требования, что и ко всем новым учебным пособиям. Важным аспектом является наличие материалов с белорусским контекстом. Авторам рекомендовано включать в упражнения и задачи информацию о достижениях белорусской промышленности, науки, медицины, спорта. В новых учебниках будут ссылки на электронные образовательные ресурсы, размещенные на национальном образовательном портале. В них также будут использоваться информационные технологии, кер-коды и дополненная реальность. Барановичский гороотдел МЧС признан лучшим на Брещене по итогам 2018 года. Такое решение было озвучено на заседании коллегии Брестского областного управления МЧС. Сотрудникам Барановичского ГРОЧС был вручен переходящий приз имени Федора Талатынника. За достигнутые высокие результаты представителям подразделений области также были вручены ценные подарки. Ключи от новых служебных автомобилей и паспорта на бытовую технику. Барановичский гороотдел МЧС признан лучшим на Брещене. Награждение состоялось на заседании коллегии областного управления, на котором были подведены итоги служебной деятельности за 2018 год. В мероприятии принял участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец. Благодаря достижению высоких результатов подразделению был вручен переходящий приз имени Федора Талатынника и ряд ценных подарков. По итогам работы за 2018 год Барановичский ГРОЧС был признан лучшим гарнизоном МЧС Брестской области. И за занятие первого места мы получили ключи от нового легкового оперативного служебного автомобиля и ряд комплектов бытовой техники, для того, чтобы наши подразделения были оснащены более совершенной бытовой техникой. Сотрудники Барановичского ГРОЧС все показатели пожарной и надзорно-профилактической работы увеличили на 20%. Это, конечно, дает свои результаты. В прошедшем году нами было инициировано устройство двух тематических площадок по безопасности жизнедеятельности на территории города Баранович, в частности, Южном микрорайоне, на территории ЖЭС номер 3. Мы имеем сегодня пять тематических автобусов, оборудованные социальной рекламой. Мы имеем сегодня противопожарную рекламу на семи товарах народного потребления. И при помощи городского районно-исполнительного комитета было выпущено и роздано населению 31 тысяча листовок памяток в области безопасности жизнедеятельности. Количество звонков, поступающих в диспетчерскую, никто не считает, а количество возгораний зависит от сезонности и климатической обстановки в регионе. Отточенные навыки помогают в критические моменты действовать грамотно и профессионально. Наличие необходимой техники и специальных средств позволяют барановичским спасателям достойно выполнять поставленные задачи. Огнеборцы быстро ликвидируют чрезвычайные ситуации, выполняют аварийно-спасательные работы любого уровня сложности, нередко с риском для жизни и здоровья. В 2018 году на территории барановичского региона произошло 110 пожаров. К сожалению, в огне погибли 10 человек. Если говорить о оперативности действий пожарных аварийно-спасательных подразделений, то она на сегодня достаточно высокая. Только цифры, наверное, говорят сами за себя. До 15 минут мы прибыли в 85% случаев к месту происшествия после поступления звонка. До 20 минут в сельской местности мы прибыли в 93% случаев. То есть оперативность сегодня находится у нас на высоком уровне. Количество пожаров, потушенных до 15 минут, у нас достигает 43% случаев. Напомним, 19 января органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь отметили 20-летие. Завтра, 25 января, в городском Доме культуры пройдет концерт и награждение лучших сотрудников барановичского ГРОЧС. В фойе будет работать выставка боевой формы спасателей, специальных приспособлений и оборудования, которые использовались для ликвидации ЧАЭС природного и техногенного характера на протяжении разных лет. Многодетная мама из Барановичей будет нести огонь европейских игр. Екатерина Станкевич, которая воспитывает 18 детей, приняла приглашение дирекции европейских игр. Она пронесет факел в нашем городе по специально разработанному маршруту. В 2014 году Екатерина Станкевич стала победительницей конкурса «Женщина года Беларуси». Поэтому неудивительно, что выбор пал именно на нее. Напомним, факелоносцы, эстафеты, огня вторых европейских игр пронесут пламя мира по местам своей малой родины. Старт намечен на 3 мая в Риме, где зажгут пламя континентального форума. По Беларуси она будет путешествовать в течение 50 дней. Свой путь в Бресте начнет 12 мая. Далее символ первенства доставят более чем в 60 населенных пунктов. Во всех регионах страны в каждой области будет продуман шестидневный маршрут. Финиширует марафон на церемонии открытия 21 июня в Минске на стадионе «Динамо». В средней школе номер 20 прошла очередная встреча в рамках единого дня информирования под общим девизом «ШАК» – школа активного гражданина. Гость встречи – председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк. Тема встречи «Беларусь сегодня. Сохраняя и приумножая добрые традиции». «Беларусь сегодня. Сохраняя и приумножая добрые традиции». Под таким названием в средней школе номер 20 прошел очередной единый день информирования. Почетный гость встречи – Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. К слову, Леонид Александрович был директором этого учебного заведения с момента его открытия – с 1985 года. У меня, конечно, пребывание в 20-й школе особо значимо. Когда-то эту школу строили здесь практически в поле, в микрорайоне здесь. И мне посчастливилось быть директором, возглавить очень интересный педагогический коллектив. И мы с ними прошли вот эти стадии становления школы и ученического, и, в общем-то, и учительского коллектива. И очень многие идеи пошли из 20-й школы в дальнейшем реализовываться в системе образования города Барановича. Год «Малой Родины» был очень богат на различные мероприятия и проекты. Поэтому в рамках темы педагоги вместе со старшеклассниками и приглашенным гостем рассмотрели три вопроса. Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце независимости, 15-й рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси и 23-е республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба». У каждого была возможность высказать свое мнение по поводу проведенных в стране мероприятий, а также важных юбилейных дат – 100-летия ВЛКСМ и 100-летия БССР. Мы учим детей во время таких встреч видеть роль, значение и государственной власти в организации и обеспечении жизни людей, и значение и роль нашей страны, Беларуси, на международной арене. То есть, в первую очередь, обращаем внимание на то, чем белорус и молодой человек может гордиться. Встреча для старшеклассников прошла в форме ток-шоу, в ходе которого учащиеся смогли задать интересующие вопросы Леониду Цуприку. Гость встречи делился своим видением, своим мнением о сегодняшней теме. «Сохраняя и приумножая свои традиции, мы остаемся самостоятельной независимой страной, и это важная задача, стоящая перед молодежью», – отметил Леонид Александрович в ходе беседы. Говорят, что вот вы будущие граждане нашей страны, за вами будущее. Они живут сегодня, и они сегодня встречаются с теми же проблемами, что и взрослые люди. И насколько они сегодня будут тверды в своих убеждениях, насколько они будут уметь даже объяснить конкретную ситуацию, общественно-политическую ситуацию или экономическую ситуацию, да самые простые жизненные явления, объяснить не только себе, но своим друзьям, а может даже и родителям, вот, это вот характеризует сегодня современного школьника, и я очень хотел бы увидеть их умение разбираться в жизненных ситуациях. Доказано, такие мероприятия позволяют сформировать у молодых людей критическое мышление, аналитические способности и коммуникативные навыки. А самим гостям дают возможность узнать, чем сегодня живет молодежь. Сегодня, 24 мая, в 19 часов, хоккейный клуб «Барановичи» открывает домашнюю серию игр. В Ледовом дворце наша дружина сыграет с Витебском. Местный хоккейный клуб встречался с витебчанами четыре раза и трижды брал верх над противником. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»